Всем привет, с вами Якимов Игорь. Сегодня я буду доводить до ума котел Аристон Луна 24. Что с ним происходит. Вот включаю выключатель и как слышите срабатывает вентилятор. При этом он не выключается. Как видите многократно делается перезапуск и загорелась лампочка неисправности выпуска выхлопных газов. Датчик разрежения я проверял, он работает, но котел все же можно запустить. Для этого снимаем эту фишку, включаем. Как слышите срабатывает поджиг и котел работает. Какие тут могут быть причины. Я посмотрел форумы, посмотрел видео. Мне предлагают поменять реле, которое управляет вентилятором. Я считаю, что скорее всего оно исправно, но все равно его поменяю. Но я думаю, что проблема в том, что перегорел ключ, который управляет реле. Это микросхема 2003. Я поменяю как реле, так и саму микросхему. Плюс, как видите, он часто перезапускается. Я нашел в youtube видео, где человек рассказывает, как повысить устойчивость котла к перезапуску. Для этого надо будет перепаять некоторые детали. Ссылку на видео, где рассказывается, какие детали перепаять, я дам в описании. Также этот человек сделал электрическую схему этого котла и объяснил, как она работает. Ссылку на видео со схемой также оставлю в описании. В этом котле я поменял привод трехходового клапана. Он при работе трещал, то есть там какие-то были неисправные шестеренки. Как это можно определить, что трещит именно он? Просто ставим во время трещания руку на привод и мы почувствуем вибрацию при этом треске. Меняется он достаточно просто. Снимаем этот разъем и за приводом есть фиксатор, который вынимаем влево и можем снять этот привод. Он уже поменял. Обращаем внимание, что котел пересбросился, нет пламени, а вентилятор по-прежнему крутится. Также котел можно запустить и следующим образом. Вынимаем заглушку, ставим на место и, как видите, котел опять заработал. Это также свидетельствует, что датчик разряжения работает и котел будет работать до тех пор, пока котел опять не перезагрузится и процедуру запуска нужно повторять заново. При этом котел работает как с отоплением, так и с подогревом воды. И так как я решил заняться котлом, подкачаю давление в расширительном бачке. При холодном котле и горячем давление сильно отличается и за это отвечает расширительный бачок. Я накачаю давление до одной атмосферы. А сейчас буду снимать плату. Так она снимается. Тут находится защелка, чтобы открыть эту панель. Вон там у нас есть белые фиксаторы, которые фиксируют плату тут. Их откручиваем, вынимаем. Это у нас освобождает плату. Снимаем все разъемы и можем вынуть плату. Сейчас выключаю котел и буду снимать плату. Выключаем. Для перепайки платы буду использовать паяльник от компании GVDA. В одном из ближайших видео я буду делать обзор этого паяльника. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы этот обзор не пропустить. Вот я снял плату. Вот наша реле, которая управляет вентилятором. Переворачиваем. Вот эти два контакта это вход обмотки реле. А вот эти два контакта это контакты реле, которые управляют вентилятором. Проверяем. Видимо эти контакты замкнуты. То есть контакты в реле залившие. И нам достаточно будет поменять это реле и у нас вентилятор будет выключаться. Вот я перепаял реле. Поставил более мощное, чем тут стояло. В данном реле вот эти два контакта это обмотка реле. А вот эти два контакта это контакты на замыкание. Это можно проверить. Если обмотка она показывает вот около 400 Ом. Наши контакты, которые используются, показывают бесконечность. А вот это свободно замкнутый контакт мы не используем. Вот эти два контакта обмотки реле запаяли вот сюда. В начале два контакта. А вот эти два контакта запаяли вот сюда. Могу показать где они тут находятся. Вот сюда была подпаяна обмотка реле, а сюда подпаяны свободно разомкнутые контакты. А вот это была старая реле. Оно какое-то беспородное, потому что тут надписи не видно. И видно, что она дорабатывалась. Вот этому контакту была допаяна проволочка. И между этими двумя контактами короткое замыкание. Я могу даже на выпаяном проверить. Ставлю. В реле залипшие контакты. Новое реле больше по размерам, чем старое. Поэтому оно не влазило в место прежней посадки. Его пришлось выносить с этого места. Я его припаял на проволочках и закрепил на двухсторонний скотч. Вот у меня стоит плата с нашей новой реле. Вот котел запустился. Так, мы можем выключить. Включаю котел. Вентилятор сейчас не включается, но ошибка перезапуска. Видите, с первого раза не запускается котел. Приходится ждать, когда он наконец запустится. И будем перепаивать плату, чтобы таких ошибок не было. Вот наконец котел запустился. Сейчас я его выключу, выйму плату и буду ее перепаивать, чтобы ошибок перезапуска не было. Как вы видели, котел многократно перезапускался. Чтобы устранить эти перезапуски, надо перепаять часть деталей на этой плате. Какие детали перепаять, можно увидеть на видео по ссылке в описании. Я перепаяю эти детали и покажу работу этой платы после моей доработки. Все, сделал профилактику платы. Все согласно тому видео, ссылка на которого есть в описании. Микросхему, в котором содержатся ключи, решил не менять, так как оказалась неисправность именно в реле. Теперь поставлю эту плату в котел и буду испытывать. Поставил плату на место после моей доработки. Сейчас включаем котел и наблюдаем. Как видите, котел работает как положено. Насчет расширительного бачка. Тут из ниппеля течет вода. Накачать его не получится, так как пробита диафрагма. Этот расширительный бачок я буду менять. Возможно, это я покажу в следующих видео. Посткриптум. Прошло три дня. Котел по-прежнему работает. Работает хорошо вентилятор. Котел редко перезапускается. Так что методика перепайки платы работает. Привод трехходового клапана также хорошо работает по расширительному бачку. Именно такого расширительного бачка уже не купишь. Нашел аналог. Единственная накачка воздуха будет находиться сверху. Но это не будет большой проблемой, так как этой накачкой воздуха практически не надо пользоваться. Если котел работает исправно. В будущих роликах я запишу, как буду менять этот расширительный бачок. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы это видео не пропустить. Пишите свои комментарии под видео. Задавайте вопросы. Ставьте лайк и до встречи в новых и старых видео.